Так, все, отлично. Если что, на протяжении вебинара можете мне писать в чат, я, в принципе, все ваши сообщения вижу. Если вдруг станет что-то тихое или как-то картинка испортится, я думаю, наша техническая поддержка потом сможет это все исправить, чтобы вы всю информацию уже прослушали и увидели. Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Гюзель Сальманова. Я представитель туроператора «Премьера». Являюсь руководителем отдела приема в городе Казань. И сегодня мы с вами поговорим именно о республике Татарстан, как об одном из самых, об одном из, одних из самых привлекательных регионов для отдыха наших с вами любимых туристов, наших с вами любимых клиентов, гостей и так далее, и так далее, и так далее. Но прежде чем я начну рассказывать непосредственно о Казани, хотелось бы, конечно, познакомить вас с нашей компанией, с компанией «Премьера». Возможно, есть среди вас те, которые впервые слышат о нас, есть те, которые уже, допустим, успели поработать с нами. В общем, вкратце тоже немножко кому-то освежу память, кого-то познакомлю. Если что, задавайте вопросы. Давайте с вами начнем. И тоже такое небольшое вступление, где-то минут, наверное, 5-10 может немножко дрожать голос от такого некоторого волнения. Но потом я уже, как говорится, вхожу в кураж, и я думаю, что мы начнем с вами уже без каких-либо запинок вести вебинар. Итак, туроператор «Премьера» образовались мы в 2010 году. Изначально мы были компанией приема в городе Санкт-Петербург. Принимали туристов русских, иностранцев и так далее, и так далее. Но с каждым годом мы, как это сейчас модно говорить, обрастали компетенциями, обрастали новыми направлениями. Из оператора внутреннего туризма мы превратились в международный оператор. Теперь, конечно, международный отдел у нас один из самых таких основных локомотивов, который тащит все остальное. Огромное количество направлений. Если вы зайдете к нам на сайт «Premiera.travel», откроете зарубежный отдел, вы увидите, что действительно направлений очень много. Одни из самых таких, наверное, основных, на которые мы делаем упор, это, конечно, Чехия, это, конечно, Испания, Арабские Эмираты, Черногория, Тунис и многие-многие другие направления. В том числе есть замечательная Татьяна Худякова, которая руководителем экзотического отдела является, мы вот так его называем, Мальдивы, Шри-Ланка, Таиланд и так далее, и так далее. Все это к ним можете обращаться. Сейчас в преддверии зимы, наверное, это будет достаточно актуально. А по поводу внутреннего туризма, все мы с вами, кто работает в туризме, попали в такую ситуацию, что нам пришлось срочно, максимально быстро и активно заниматься импортозамещением. Но, знаете, мы только рады этому были, потому что все-таки имеем большой опыт работы во внутреннем туризме в качестве приема в Санкт-Петербурге. И сейчас уже к 2016 году, ой, прошу прощения, к 2017 году у нас уже, ну, скажем так, за 7 лет опыта большое количество накопилось. И вот как раз-таки открыли мы офисы в городе Москве, там же мы тоже занимаемся приемом в Казани, да, занимаемся приемом, Кавказские минеральные воды, Екатеринбург и так далее, и так далее. В чем, скажем так, наш плюс и удобство работы с нами? Это, конечно, гарантированные блоки мест во многих отелях, на многих направлениях. Это что дает возможность нам моментального подтверждения, мгновенного подтверждения. То есть огромное количество отелей, бронируйтесь, не нужно ожидать долгого времени, допустим, на подтверждение отеля. Это, конечно, очень удобно, тем более в наше время, когда туристы приходят и вот так вот говорят, давайте-ка быстренько нам куда-нибудь, мы хотим завтра улететь. Вот как раз-таки в этом плане здесь, конечно, с нами удобно работать. Следующий, это, конечно, собственный автопарк. Это касается Санкт-Петербурга. Здесь мы встречаем гостей на Mercedes Sprinter 20-местных. И это очень удобно в том плане, что группа у нас всегда будет небольшой, то есть 18-20 человек максимум, что создает абсолютный комфорт для гостей. У нас группы 40 человек, это есть только организованные группы, есть и сборники, то это 18-20, чтобы гости могли выйти там, где они хотят, попросить гида остановиться около какого-то объекта и дольше постоять. Все-таки, сами понимаете, когда группа небольшая, это намного удобнее и комфортнее. Также мы работаем как авиа и ЖД-кассы, поэтому можете смело к нам тоже обращаться. Ну и одно из самых приятных для всех нас, для агентов, это, конечно, базовая комиссия. Базовая комиссия у нас идет от 10% и в зависимости от того, как вы с нами работаете, насколько плотно вы с нами работаете, она, конечно, может меняться, увеличиваться. Но, скажем так, к практике уменьшения комиссии мы к такому не приходим, потому что прекрасно понимаем, что время сейчас нелегкое для туризма, все должны работать, все должны зарабатывать, поэтому мы вот такую вот, скажем так, политику ведем, что вот базовая комиссия 10% не меньше. Следующий, тоже быстренько пробежимся. Так, тайминг я себе, прошу прощения, назначу, потому что я, как настоящая татарская женщина, могу говорить долго, много и без остановки, поэтому, чтобы я не подводила своих коллег, я себе время поставлю. Итак, технология работы с нашей компанией. Очень все просто. Если вы еще не зарегистрировались, еще с нами не начали работать, достаточно зайти на сайт, зарегистрироваться у нас на сайте, заполняете небольшую анкетку, вносите ваши данные, и сразу же вам приходит логин и пароль на почту. После этого вы уже можете автоматически сразу бронироваться. Но для того, чтобы оплатить тур, вам нужно будет скачать и подписать договор, сканы высылаете нам на почту, или же, ну, а оригиналы вы можете принести, если вы находитесь в Казани, к нам в Казань, если в Москве, в Москву отправить, или в Санкт-Петербург. Вот. Тоже очень удобно. Далее, после этого, после того, как подпишите договор с нами, можете подписаться на наши новости, чтобы получать самые актуальные, самые горячие предложения, и быть в курсе всегда всех наших событий, всех событий у нашей компании. И после этого, пожалуйста, можете бронироваться без проблем. Вот. Ну, как я уже говорила, что бронироваться вы еще можете на стадии того, как зарегистрировались. Ну, вот, чтобы оплатить тур, обязательно нужно с нами подписать договор. Следующий. По поводу оплаты. Тоже очень удобно. Можете оплатить в кассах офисов премьера. Единственное, это касается пока что только офисы, которые находятся в Санкт-Петербурге. Остальные офисы в этом плане пока не функционируют. По безналичному расчету, соответственно, да. Через сеть платежных терминалов TourPay, PayTravel. Ну, это в зависимости от того, какой терминал находится у вас в городе. И последний, один из самых удобных, оплата картами Сбербанк. Вот. Это очень удобно прямо в вашем личном кабинете, который находится у нас на сайте. Вы нажимаете на кнопку «Оплатить». Выбираете тот вариант, который вам подходит. В частности, можете выбрать Сбербанк. И после этого он вас отводит в ваш онлайн-кабинет, где вы картой можете сделать проплату. Оплата садится моментально. Только вот мне подсказывают, да, что на данный момент пока ведутся технические работы. Но я думаю, что вот скоро времени, до конца недели должны все сделать. Поэтому все должно работать, как и прежде. Далее, тоже вкратце, по работе с сайтом. Ну, все очень просто на самом деле. Ничего такого не выдумывали нового. Поисковик, потому что для того, чтобы агент мог удобно работать, нужен удобный поисковик. Да, это одно из таких самых важных, наверное, частей, потому что это ускоряет вашу работу, ускоряет нашу работу. И, ну, конечно, это более результативно получается. Очень простой поисковик. Скажите, пожалуйста, видите ли вы вот такой вот карандашик, который у нас вот... А, вот все видите. Могу даже чертить. Ничего себе, какая красота. А если я просто вожу карандашиком, вот вы видите, чтобы я уж не чертила здесь такие... Ну, пока вот вы не отвечаете, могу солнышко вот так вот нарисовать. Такое вот, чтобы у всех настроение было солнечное. Так, все видите. Отлично. Спасибо. Поисковик очень простой. Выбираем город отправления. Выбираем страну, которую бронируете. Ну, к примеру, Российская Федерация. Тип тура выбираем, конечно же, Казань. И здесь у вас высвечивается уже во вкладке тур, те туры, которые мы предлагаем. Выбирайте тот, который вам интересен и который вам нужен. После этого проставляем, как обычно, фильтры. Это даты вылета, даты прилета, даты приезда гостей, количество ночей, сколько человек. После этого выбираем отель, можно не выбирать. Ставим кнопочку искать, нажимаем. И все. И выходят полностью все предложения, которые... По тем параметрам, которые вы задали. Все это выходит в порядке возрастания цены. То есть сначала идут минимальные цены, потом уже идут максимальные. То есть очень удобно. И вы всегда видите сетку, да, которая перед вашими глазами. То есть вы уже можете сразу предложить гостям, к примеру, несколько вариантов, да, которые приблизительно близко находятся по цене. В принципе, все достаточно просто, я думаю, да. Перейдем с вами уже непосредственно к Казани, да, о нашем регионе, о регионе Татарстан. Казань является столицей республики Татарстан. И вот такой небольшой план, который сегодня с вами будет. Конечно, расскажу о нашем городе, об инфраструктуре, да, для того, чтобы вы понимали, где мы находимся, как до нас добраться. Конечно, расскажу о туристических возможностях республики. Они на самом деле очень широкие. И вроде бы с первого взгляда, да, некоторые думают, ну, что там в Казани смотреть? Ну, поверьте мне, есть что посмотреть и есть что показать. Будете удивлены. После этого, конечно, расскажу о наших программах и о наших эксклюзивах, таких как чартерные программы в Казань. Отельная база тоже пробежимся, потому что это немаловажная часть тура. И, конечно, в конце, так, на десерт мы вам оставили розыгрыш приятных подарков. Вот здесь вот у меня вот такие вот красивые слайды. Ой, слайды говорю, красивые картоночки, но которые имеют достаточно большое значение, да, очень хорошие подарки. Ну что, я думаю, поехали. Итак, где же находится, да, Казань? Потому что мы столкнулись с тем, что, не поверите, это один из, наверное, часто задаваемых вопросов, когда звонят турагенты и спрашивают, обязательно ли к вам нужен загранпаспорт для того, чтобы приехать в Республику Татарстан. Так вот, сразу хочется сказать, что мы входим в состав Российской Федерации, мы являемся субъектом Российской Федерации, Республика Татарстан, и поэтому загранпаспорт не нужен. Также вы можете доехать к нам по вашему российскому паспорту, если, конечно, это не иностранные граждане, да, ну, понятно, для иностранцев загранпаспорт обязателен. И поэтому от этого, скажем так, так как мы входим в состав Российской Федерации, от этого отпадает огромное количество других вопросов, которые также приходят нам и на почту, и задают по телефону, а какая у вас валюта, а на каком языке вы разговариваете, обязательно нам приезжать и покрывать голову, потому что, да, все-таки Республика Татарстан основополагающая религия – это ислам, и многие-многие другие вопросы. Валюта у нас – рубли. Доехать, как я уже говорила, можно будет к нам по российскому паспорту, не проходя какую-то таможню, граница абсолютно свободная, голову прикрывать не нужно, потому что все-таки Россия – это светское государство, и в том числе и Республика Татарстан, да. Поэтому здесь вот такие вот самые часто задаваемые вопросы, мы их уже так отметаем. Столица Республики Татарстан – это, конечно, является город Казань, замечательный, потрясающий, тысячелетний город. В принципе, знаете, как, наверное, не странно все-таки, наверное, да, что задают такие вопросы, потому что, когда гости приезжают, они видят, что у Республики свой собственный флаг, свой собственный герб, свой гимн, президент, Конституция и много-многое другое. И, конечно, возможно, такие, скажем так, моменты могут наталкивать на такие вот вопросы. Ну, так как мы являемся Республикой, да, которая входит в состав Российской Федерации, по Конституции у нас может быть свой флаг, может быть свой герб, свой президент, да, Рустам Нургалевич, свой гимн и так далее, и так далее. Вот, немножко расскажу, да, о гербе, потому что этот герб, он уже у нас стал таким вот брендом, да, Татарстана, всем он очень нравится. Это белый барс на крыльях, который символизирует силу и мощь Республики, а вот поднятая правая лапа, как будто бы он делает шаг, да, у нас, это, конечно, символизирует самое доброе, самое правильное, самое справедливое начало дела какого-то, да. Ну, в принципе, мы, конечно, стараемся соответствовать нашему гербу, вот, и всячески это показывать и рассказывать об этом, как гостям, так вот и вам, да, турагентам. Удобство расположения Республики Татарстан, еще, знаете, в чем? В том, что она граничит с другими соседними республиками, и когда вы приезжаете в Татарстан, у вас появляются достаточно широкие возможности, экскурсионные программы, потому что мы можем с вами из Казани отправиться в Чувашскую Республику, да, в Чебоксары, мы можем отправиться в потрясающую Республику Мариэл, Республика Лесов, да, и к чистейших озер, в Ешкар-Алу, город тоже потрясающий, который набирает с каждым годом обороты туристических, мы можем в Удмуртию с вами съездить, можем в Башкортостан, в Уфу тоже, который сейчас семимильными шагами в плане туристического развития идет, потрясающие озера, потрясающие лечебные базы, в Самару, в Ульяновск, ну и многое-многое другое. И речные наши, скажем так, ресурсы, да, нам тоже позволяют создавать новые, интересные маршруты, которые будут не только на автобусе, но и можно будет на теплоходе, на каких-то катерах преодолеть расстояние. Это, конечно, все создает вот такую вот удивительную атмосферу, удивительную среду для того, чтобы туризм развивался только вот в правильном и в хорошем направлении. Следующее, ну в чем же уникальность нашего региона, так сказала, о наших соседях, о любимых, теперь говорю о нашем регионе, почему все-таки все больше и больше интерес вызывает Казань, и огромное количество туристов приезжает к нам, это действительно так, и с каждым годом это количество только увеличивается, и это не может не радовать. Конечно, этому есть, ну, одни из самых таких основных пять аспектов, я их тоже здесь вам прописала, можете прочитать о каждом аспекте, мы сейчас с вами подробно поговорим. Я всегда говорю так, что если вы своим туристам прочитаете, да, расскажете об этих всех пяти аспектах, то поверьте мне, они тут же пойдут собирать чемоданы и скажут вам, пожалуйста, запранируйте нам Казань, да, потому что все-таки эти пять аспектов такие очень важны. Ну, первое, конечно, то, что Казань круглогодичный регион для путешествий, это однозначно, так, да, всех приветствую, кто к нам присоединился. Казань, она прекрасна и зимой, и летом. Доступность. Казань поликультурный город, это один из самых таких основных моментов. Это, конечно, национальная татарская кухня, которая привлекает большое количество туристов. Ну, и тысячелетняя история города, она, конечно, дает нам широкие возможности для экскурсионной программы. Начнем мы с того, что Казань все-таки считается круглогодичным регионом для путешествий. Это действительно так, потому что вне зависимости от погоды, вне зависимости от времени года, когда бы вы к нам не приехали, Казань будет всегда радушна, всегда гостеприимна и всегда красочна и ярко вас будет встречать. К примеру, вот в преддверии осенне-зимнего сезона нашего с вами, летом понятно, да, что летом, конечно, все города России прекрасны. А вот осенью и зимой, поверьте мне, в Казани есть чем заняться. Конечно, осенью это потрясающая погода, да, она не такая, к примеру, холодная, да, то есть здесь можно в октябре абсолютно комфортно себя чувствовать, в сентябре у нас плюс 18, плюс 19 градусов, да, в октябре, конечно, может температура доходить до минус 5, но это, в принципе, достаточно комфортно. Ветров у нас как таковых, сильных их нету, да, которые пронизывают, поэтому температура комфортная для путешествий, это абсолютно не мешает для того, чтобы изучать объекты исторические, которые находятся на территории республики. И, конечно, сама природа, огромное количество деревьев, которые окрашиваются в золотые бордовые тона, это, конечно, создает такую романтику, да, в Казани посреди белоснежного Кремля, ну, конечно, здорово, фотография получается уникальной, удивительной. Ну, зимой, зимой тоже нам есть чем похвастаться, потому что та, к примеру, набережная, которая у нас всем славится, да, своей европеизированностью, и многие гости, конечно, приезжая в город, обязательно посещают нашу Кремлевскую набережную, зимой она превращается в самый длинный каток в Европе. Его заливают, можно покататься, можно покушать чешских тордельников на набережной, можно играть французская музыка при этом, в общем, такая а-ля Европа в Исламском, в Исламской Казани она тоже у нас есть. Ну, и, конечно, весной и летом, как я уже сказала, что город прекрасен, огромное количество цветов, запахи, атмосфера, музыканты, все это привлекает. И весной, осенью и летом, конечно, это наш речной ресурс, с Волгой, по которым проводятся поездки на теплоходах, это тоже такой один из основных моментов, почему гости хотят приехать к нам, прокатиться по Татарстану, именно через речную артерию по Волге. И, ну, далее идем с вами, следующий аспект, это, конечно, доступность. Доступность в чем выражается нашего региона? Конечно, первое, регион расположен так, что можно практически на любом транспорте добраться до нас, это на самолете, на поезде, на машине, практически из любой Российской Федерации, да и не только. Аэропорт, который построен по новым европейским стандартам, абсолютно комфортен для гостей. Это два железнодорожных вокзала, которые тоже принимают большое количество пассажиров. Все это, скажем так, благотворно влияет. Следующий момент, доступность по ценовой политике, по отельной базе, потому что практически все отели, которые у нас выстроены в Республике Татарстан, все они были построены к 2013 году, когда проходила универсиада. И все отели у нас, ну, скажем так, по, опять-таки, по международным стандартам туризма, по новым стандартам. У нас нет номеров, которые, допустим, 8 квадратных метров, да, как можно встретить в, ну, достаточно в городах таких старых, да, у которых там туристическая история достаточно большая. У нас все номера идут, начиная от 18 квадратных метров, все очень комфортно, по последнему слову техники все оснащено, все новое, чистое, хорошее. Поэтому я всегда говорю, что плохих отелей в Казани на самом деле нет, потому что они все новые, они все хорошие, с хорошим сервисом, который ориентирован опять-таки на европейский уровень. И в этом плане здесь можно вообще с закрытыми глазами отправлять, и будете точно уверены, что, ну, вот, по отелю жалоба вас точно не будет. И, конечно, доступность по цене экскурсионной. Это тоже имеет большое значение, потому что одно дело, гости, когда приезжают, расселяются, да, они уже потратили деньги, а еще плюс экскурсионная программа. Очень доступны демократичные цены, начиная, экскурсию у нас стоит, начиная от 300 рублей, и там уже в зависимости от программы и выше-выше. Причем, скажем так, чем мы отличаемся, да? Неважно, в какой день недели к вам, к нам приезжает турист, у нас с понедельника по воскресенье есть экскурсионная программа, каждодневная, причем в день еще по несколько экскурсий мы делаем. Поэтому вне зависимости от дня недели, когда приедет к нам турист или какие-то клиенты, которые занимаются бизнесом и вдруг вот решили посмотреть город, пожалуйста, без проблем, можно будет забронировать, будут останутся довольны, посмотрят, кроме того, что еще, да, какими-то делами будут заниматься в Казани, вот еще посмотрят сам город и его историческую справку. Ну и, конечно, доступность также выражается в том, что Казань, она и Республика Татарстан в туристическом плане абсолютно для любой категории населения. И неважно, школьники, дети, семьи с детьми, просто парный отдых, взрослые, пенсионеры, бабушки, дедушки, абсолютно всем будет здесь комфортно, потому что абсолютно для всех найдется чем заняться. Для кого-то больше интересна историческая часть, здесь вообще огромный выбор экскурсии, для кого-то больше развлекательная часть интересна, да, тут тоже выбор огромный и чуть позже мы с вами об этом поговорим. Вот, поэтому любой турист останется здесь довольный и каждый для себя найдет что-то вот свое, что-то для себя. Следующий момент, как я уже говорила, что это один из самых основных моментов, да, почему приезжает к нам такое большое количество туристов, привлекает всех не только цены, не только красота города, но и то, что Казань является городом многоконфессиональным и городом поликультурным. И действительно, когда вы приезжаете в город и, допустим, наши экскурсоводы начинают вам рассказывать о том, что республика Татарстан и город Казань, что здесь мы все действительно очень дружно живем, дружно соседствуем, неважно, какой вы национальности, а между прочим, в Казани у нас проживает 115 национальностей официально, неофициально 170, конечно, больше я, скажем так, привержена к цифре 115 и гости, когда это слышат, конечно, возникают вопросы, господи, а как вы вообще все уживаетесь на такой территории. Поверьте мне, живем мы очень дружно, этому свидетельствует то, что на протяжении существования республики Татарстан никогда не было каких-то конфликтов на религиозной почве, на национальной почве, такого у нас не было. И этим мы безумно гордимся. Мы эту мысль мирного существования двух ревизий, мы обязательно это всем рассказываем и это несем в мир. И я не побоюсь этого слова, Казань является одним из самых, наверное, таких примеров абсолютно для всего мира, когда две религии, в частности, да, по большей части христианство и ислам, могут мирно существовать, не мешая при этом друг другу. И в этом вы сможете убедиться, когда приедете к нам в город. Потому что здесь даже на бытовом уровне, к примеру, да, что так как мы являемся республикой, где основополагающая религия и все-таки ислам, да, и у нас есть свои государственные праздники. В частности, Курбан-Байрам, который прошел у нас 1 сентября, это у нас считается государственным праздником. В этот день отдыхают абсолютно все, вне зависимости от вероисповедания, от национальности. Поэтому наши русские, как я говорю, да, они, конечно, очень любят этот праздник, потому что это еще один выходной в календаре. А в то же время, допустим, такие праздники, как Пасха, да, христианские, мы тоже это празднуем, не поверите, потому что соседи мои, ну, к примеру, даже на своем примере, соседи у меня русские, белорусы, Мар-2, и, в общем, все те, кто празднует у нас Пасху, они обязательно приносят и угощают, да, яйцами, куличами. И, конечно, зная традицию, что нужно тоже поделиться и угостить, я тоже крашу с вечера яйца для того, чтобы вот мою Любашу, мою соседку любимую, ее потом уже вот так вот порадовать и угостить. Вот опять-таки говорю, это все на бытовом уровне, и, конечно, это не может не радовать и не вызывать какого-то такого вот душевного, душевной благодарности, да, вот все-таки самые теплые чувства вызывают такое отношение, тем более, что мы с вами знаем, да, в последнее время вообще СМИ как-то все это преподносится не очень хорошо, да, со стороны религии, и вот как раз-таки Казань, она все-таки даже вот такую, скажем так, наверное, несет функцию обучения, да, то, что вот учит людей с уважением друг к другу относиться и с большим трепетом к другой культуре. У нас, кстати, не говорят чужая культура, у нас культура другая, да, вот такого слова чужая как-то вот это не очень звучит, мы такое не любим. Вот, и все-таки слово толерантность тоже вы у нас так особо не услышите, почему? Потому что тоже слово очень такое странное, с одной стороны, у нас больше вот мы любим говорить, что дружелюбные, да, все-таки мы дружелюбная республика, которые ко всем относятся хорошо. Как это проявляется в городе? Огромное количество разных сооружений, которые религиозны, к примеру, да, вот вы видите нашу потрясающую мечеть Кулшариф, вы видите Благовеченский собор, который относится к 16 веку, Лютеранская кирха, католический храм, и вот то, что вы у нас посерединке видите, да, картинка, это храм всех религий. И, конечно, как ни в Казани должен был появиться такой объект, да, великолепный архитектор, разумительный человек, Ильдарханов построил храм всех религий. Потрясающий объект, который, ну, абсолютно, опять-таки, все 100% приезжающих к нам в Казань хотят его посетить и посмотреть. Вот, ну, хочется сказать о том, что все-таки этот храм, он не муниципальный, он, это частная собственность, и раньше мы этот храм не посещали, то есть потому что не было разрешения. Сейчас ситуация изменилась, и сейчас разрешают посещать храм, но вот после пожара пока что идут строительные работы, и я думаю, что как только строительные работы закончатся, у нас будет возможность не только храм посмотреть снаружи, да, такое вот яркое, интересное сооружение, но и внутри. Внутри он еще более интересен, вот, поэтому думаю, что если соберетесь в Казань, то обязательно такая возможность у вас будет. Следующий момент, это, конечно, национальная кухня, которая не может не радовать сладкоежек, потому что такие блюда, как чак-чак, талкышка леви, вот, которые вот в нижнем правом углу вы видите, это, конечно, все благодать для сладкоежек. Национальная кухня татарская, она удивительна тем, что она очень простая, в принципе, все, скажем так, вертится вокруг теста, картошки и мяса, вот, или просто тесто и мясо, но при этом она очень вкусная, сытная, и, конечно, приезжать к нам худеть на диету, я вообще категорически не советую, потому что это у вас здесь не получится. А вот, к примеру, тоже национальное блюдо наше Эчпочмак, вы видите, Эчпочмак переводится как треугольник, да, так как он имеет три угла. Вот, тоже одно из самых популярных блюд, все приезжающие, опять-таки, пробуют Эчпочмак, в дырочку наливается бульон, все это очень сочно получается, вкусно. И, наверное, время близится к обеду, да, что-то я так много о еде разговариваю. Вот, поэтому, конечно, гастрономическое удовольствие вы тоже получите у нас здесь, в Татарстане. И пятый аспект, о котором тоже хочется сказать, это, конечно, широкие экскурсионные возможности нашей республики. И вот, прежде чем я начну рассказывать об экскурсиях, давайте немножко посмотрим видео и окунемся все-таки в атмосферу нашей республики и нашего города. И потом я уже продолжу так более точечно рассказывать об экскурсионной программе. Так вот, сейчас я запускаю видео, надеюсь, вам будет слышно. Пожалуйста, потом отпишитесь, хорошо ли видно картинку и хорошо ли слышится. Татарстан. Жемчужина России. Здесь прошлое и будущее слиты воедино. А разные культуры и религии мирно соседствуют друг с другом. Откройте для себя сокровища Татарстана. Казань, недавно отпраздновавшая свое тысячелетие, считает в себе историю и современность. Длеть в Казань из Москвы можно всего за час. Наша столица – одно из самых популярных туристических мест России. Казанский Кремль занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы увидите мечеть Коушериф, башню Сююнбеке, церкви и дворцы разных времен. Прогуляйтесь по улице Бауна, посетите новый стадион, а вечер проведите в оперном театре, ставшем домом фестиваля балета имени Рудольфа. Все лучшие рестораны и места отдыха работают до утра. А динамичная космополитичная Казань вмещает в себя разнообразие и богатство жизни современного. Всего в двух часах езды от Казани вы найдете еще одну жучу жена Татарстана – древний город Татарстана. Более тысячи лет назад на берегах Луки стоял Великий Лук. Одна из наиболее развитых столиц – Восточная. Место принятия ислама в России и колыбель татарского народа. Древний город Болгар включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тысячи мусульман съезжаются сюда со всего мира на празднование городщины принятия ислама. В Болгарии находится множество исторических объектов. Соборная мечеть, малые и большие минориты. Вы можете изучить историю города, посетив музей болгарской цивилизации или музей хлеба, отражающий важную часть татарской культуры. Здесь находится памятный знак, где хранится самый большой печатный кран в мире. И белая мечеть – шедевр восточной архитектуры. Не только мусульмане и христиане. Каждый должен посетить это уникальное место. Древний город Болгар – очевидный выбор для любителей истории и тех, кто хочет прикоснуться к истокам татарской культуры. Волга – пожалуй, главное сокровище Татарстана. Самая длинная река в Европе. Торговый и туристический путь, ведущий нас к другим интересным историческим местам. Таким, как Свияжск. Остров войны и мира. Легенда гласит, что Иван Грозный во сне увидел крепость, которая поможет ему взять неприступные указания. Здесь, в месте столкновения двух цивилизаций, родилась Великая Россия. В 2010 году первый президент Татарстана начал реставрацию Свияжска и Болгара. Посетите единственную деревянную церковь на Волге, где молился Иван Грозный. Красота соборов и церквей потрясет вас. Здесь сохранилось множество неповторимых фресок, в том числе с изображениями святого Христофора и самого Ивана Грозного. Остров Град-Свияжск – обитель мудрости и покоя. Сочетание историй и развлечений делает его привлекательным для туристов со всего мира. Недалеко от Казани расположена Елабуга – город, сохранивший уникальный облик купеческого города 19-го столетия. Родина всемирно известного художника Ивана Шишкина. Татарстан – регион мира и толерантности. Здесь каждый найдет что-то для себя. Здесь прошлое и будущее слиты воедино. Татарстан – сокровище, которое вы искали. Так, вот у нас ролик завершился. Так, немножечко, да, такой был экскурс в историю Татарстана, в историю нашей республики. И вот сейчас вкратце мы уже точно с вами говорим о наших объектах, которые мы предлагаем. Действительно, экскурсионные возможности очень широкие. И, конечно, таким вот жемчужиной нашей республики, жемчужиной нашего города – это является Казанский Кремль. Казанский Кремль, вот он как раз-таки на первой картинке у нас с вами представлен в верхнем левом углу. 100% приезжающих гостей Татарстан – это абсолютная статистика. Неважно, это экскурсионная группа или индивидуальные туристы, или даже бизнес-туристы, они все посещают наш Казанский Кремль. Но это неудивительно, потому что наш Казанский Кремль, он уникален, уникален тем, что здесь, опять-таки, соседствуют два религиозных потрясающих сооружения, такие как Кушариф, который является нашей визитной карточкой нашего города. Это, конечно, Благовещенский собор потрясающей красоты. Это башня Сюмбике, падающая башня, ее еще называют, да. Тут такой вот у нас ответ Пизанской башни есть, у нас есть своя падающая башня, башня Сюмбике, которая отклоняется от своей оси на 2 метра. И, конечно, все это находится в центре города, на возвышенности, с потрясающим видом на новую часть города, да, на современную часть города, на историческую часть города. И, естественно, этот объект, он еще привлекает тем, что он является объектом ЮНЕСКО, объектом всемирного наследия культурного. И, опять-таки, если есть гости, которые у нас, скажем так, посещают, были, потому что у нас такие ситуации, посещают, только путешествуют по объектам ЮНЕСКО, ну, здесь мы можем посоперничать, да, с такими городами, как Москва, к примеру, потому что в России есть только два города, где существует три объекта ЮНЕСКО, да. Это Москва и как раз-таки Казань. Казанский Кремль является объектом ЮНЕСКО у нас. Это остров Град-Свияжск. В этом году мы получили, да, признание от ЮНЕСКО, и вот Троицкая церковь, которая находится в Свияжске, она теперь вот является, и, в общем, остров весь сам, скажем так, он находится под охраной, под защитой вот этой вот потрясающей всемирной организации. Это у нас второй объект ЮНЕСКО, да, то есть остров Град-Свияжск. И, конечно же, великолепный Булгар тоже является объектом ЮНЕСКО, потрясающая белоснежная мечеть, самый большой в мире печатный Коран. И, как вот у меня были знакомые, да, из Петербурга, которые к нам приезжали, они даже Булгар сравнили с Карфагеном, да, что тоже, так, конечно, у кого какие ассоциации вызывают, но это было приятно, потому что, да, с Карфагеном не каждого сравнивают. Ну и, конечно, Белую мечеть сравнивают с Тадж-Махалом, как говорит татарский Тадж-Махал, мечеть, которая находится в Арабских Эмиратах, но наша Белая мечеть, она, конечно, тоже для нас она имеет большое значение, потому что Булгар – это место принятия ислама вообще в России, да, то есть именно здесь впервые был принят ислам теми народами, которые проживают на территории, проживали на территории Волжской Булгарии, и вот отсюда начинается распространение ислама уже по другим территориям. Это такие три, наверное, самых основных объекта, да, которые знают, ну, наверное, все туристические агентства, которые занимаются туризмом – Казанский Кремль, Свияжск и Булгар. Ну, у нас есть еще много другого, конечно, это Раивский Богородицкий мужской монастырь, обязательно, который находится в потрясающе красивом месте, в 30 километрах всего от города Казани, практически, скажем так, в Дендрарии он находится, да, огромное количество красивых деревьев, растений интересных, шикарный вид открывается, но, кроме того, конечно, чем знаменит Раивский Богородицкий мужской монастырь, тем, что здесь находится грузинская икона Божьей Матери, чудотворная икона, и большое количество людей приезжает сюда, конечно, поклониться ей. Также у нас есть еще одна чудотворная икона, все вы, наверное, знаете, да, историю Казанской иконы Божьей Матери, что она была найдена именно на территории современного города Казань, и что Богородицкий монастырь, там, где находится место обретения, сейчас вот тоже огромное количество гостей посещает у нас, поклоняются, причем посещают это место не только христиане, но и мусульмане, да. Вот такой вот у нас парадокс, причем сейчас идет такая масштабная реставрация Богородицкого монастыря, там, где находится Казанская икона Божьей Матери, и причем огромное количество средств на реставрацию выделила мусульманская община. Вот, то есть вот такие вот, скажем так, интересные факты, они повсеместно присутствуют у нас здесь в Казани, для нас это, конечно, обыденность, да, а вот для гостей, которые приезжают, это как-то вот удивительно, да, и очень многие вот радуются этому. И, конечно, такую картину увидеть, как, к примеру, мечеть находится рядом с церквью, или они находятся друг напротив друга, это вот тоже в Казани абсолютно повсеместно. Так, по поводу рекламного тура. Да, вот вопрос увидела, сразу отвечаю, да, что у нас каждый год проходит большой рекламный тур, проводим мы его вместе с, при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан, все это очень масштабно, очень красиво, 120 участников, для каждого оператора выделяется своя квота, вот обычно у нас это 35-36 человек, да, и каждый год проводится, начиная где-то с августа по октябрь. Вот в этом году у нас в начале августа был большой рекламный тур, всегда это все проходит с успехом, очень ярко, красиво, большое впечатление оставляет у турагентств. И, конечно, вот на следующий год пока что нету какого-то вот такого расписания, но вот с августа по октябрь, вот в таких промежутках, я думаю, что ближе к лету можете вот писать, какую-то вот вопрос задавать на почту или звонить, я вам тогда уже более точно скажу, уже поближе к рекламному туру. Так, следующие объекты, конечно, это старо-татарская слобода, вот то, что вы видите, первые две картинки, которые сверху, прямо в центре города у нас находится такая, такое уютное, атмосферное татарское местечко, потому что все приезжают у нас в гости, говорят, где, где это все вот татарское, нам надо попить татарский чай, нам надо поесть очпочмаков, нам надо конской колбасы. Вот как раз-таки все это здесь у нас находится, это улица, которая состоит и сохранила свой такой вот вид, свою атмосферу татарскую, деревянные домики, красочно раскрашенные, это вообще наша фишка татарская, мы все любим яркое, такое цветное, и очень так атмосферно, можно попить татарского чая, можно посетить мечеть, которая 18 века, которая была построена по разрешению Екатерины Второй, это мечеть Марджани, она, конечно, отличается от тех мечетей, которые сейчас строятся, но она очень милая и такая прям относит нас к истокам религии, к простоте, к доброте, к милосердию. По поводу презентации тоже вот пишут вопрос, отвечаю сразу, да, презентацию можно будет скачать на ProfiRevel, пожалуйста, это можно будет сделать. Кроме того, что вот есть у нас такие исторические объекты, да, Елабуга, тоже в ролике вы это увидели, это такой маленький купический город, очень красивый, расположенный вообще в потрясающем месте, природа изумительная, вот Булгарь, Елабуга, Свияжск, вот если вы отъезжаете от Казани, 60-100 километров, то, пожалуйста, виды потрясающие, реки, озера, леса. И Елабуга, именно чем она славится, и, в принципе, тоже всем советую обязательно посетить, особенно школьникам, этот город связан с такими великими именами, как Марина Цветаева, как Иван Шишкин, да, писал и творил картину здесь, именно в Елабуге, это музей уездной медицины имени Бехтерева, да, который связан с Санкт-Петербургом, и Петербургцы очень любят, конечно, Елабугу, это, конечно, музей Дуровой, и многие-многие другие имена, которые вы услышите, вот это все действительно так. В Марджане зайти можно туристам абсолютно спокойно, вообще в любые религиозные объекты, вне зависимости от вероисповедания, вы можете спокойно заходить, единственное, что нужно соблюдать внешний вид, то есть, если женщинам нужно прикрывать голову, это, в принципе, как и в христианстве, да, когда вы заходите в церковь, у женщин должна быть прикрыта голова. Вот то же самое и в мечети, нужно будет прикрыть платком голову, плечи, колени закрыты, и абсолютно спокойно, даже без экскурсовода, то есть, спокойно можете зайти, посмотреть, поговорить с имамом, который вам очень много интересного о мечети расскажет, и, в общем, о религии, да, и вообще, в принципе, мечеть, у нас, знаете, как она немножко отличается от церкви, то есть, если церковь в христианстве, она несет какой-то вот сакральный, да, смысл, то на мечеть это более такое, ну, место для общения мы называем, да, вы можете просто прийти почитать книжку, и вам никто ничего не скажет, да, главное, вот как-то соблюдать правила, прикрыть голову, мужчины тоже голову могут не прикрывать, могут одеть тюбетейку, пожалуйста, да, вот как раз-таки на мне сегодня одета по типу тюбетейки, но женский главный убор называется не тюбетейка, а калфак, вот, ну, это такое современное прочтение, скажем так, вот, и встретите, кстати, в старой татарской слободе, как раз-таки вы можете встретить девочек, женщин, которые вот будут одеты во всем национальном, это тоже интересно. Далее, вот то, что вы видите в нижнем левом углу, да, это у нас город будущего, город Иннополис, который находится в 30 километрах от города, город, который построен с нуля, недавно только он начал строиться, и этот город, город новых технологий, город IT-технологий, город высоких технологий, здесь университет, здесь своя экономическая зона, здесь медицинское обслуживание, которое построено по самым новым технологиям, то есть город такой очень новый, очень современный, очень модерновый, и, конечно, он привлекает большое количество туристов, потому что здесь удивительный университет, именно здесь ведется преподавание на английском языке, здесь есть международный детский садик, международный лицей, здесь, конечно, тоже шикарная природа, и вот город Иннополис, он все-таки будет, знаете, так интересен старшим классам, которые еще не определились, куда поступать, да, и вот как раз-таки это будет такое большое подспорье, потому что здесь, чтобы поступить, нужно очень постараться, но при этом, если вы поступаете, то вы, можно сказать, будете обеспечены работой на всю свою оставшуюся жизнь, потому что здесь кадры, они никуда не уезжают, они остаются в России, им дают работу, и такие крупные компании, да, такие как Мегафон, Роснефть и многие-многие другие, они, конечно, ждут кандидатов, да, ждут студентов, когда они закончат, чтобы пригласить их на работу. Следующим объектом тоже быстренько пробежимся, потому что у нас уже время идет быстро-быстро, и, конечно, тоже сам город, город Чистополь, к примеру, да, тоже очень удивительное место, город четкого времени, мы называем его, потому что командирские часы, которые мы все с вами знаем, все это производится именно здесь. И не только это интересно, да, но и то, что город Чистополь связан с такими именами, как Пастернак, Твардовский. Почему? Потому что во время Великой Отечественной войны союз писателей и поэтов ООН был как раз-таки эвакуирован в город Чистополь. Вот те, кто, скажем так, немножко знакомы с историей, я думаю, они, наверное, это знают. Если кто не знает, то вот тоже такой вот уникальный факт, мало достаточно известный. Следующее. Это, конечно, изюминка тоже нашего города, это Петропавловский собор. Если вот вы обратите на него внимание, на нем я прям чуть больше заострю, сделаю акцент. Мы с вами привыкли христианские, религиозные объекты, все-таки видеть более аскетичными, да, очень такие белые, четкой формы, строгие. А вот если вы обратите внимание, Петропавловский собор у нас здесь такой, он такой очень веселенький, если вообще приглядеться, да, то есть он такого бежевого оттенка. На фасаде у него огромное количество растительного орнамента, все вблизи, все очень ярко. И когда, если не знать, что это собор, Петропавловский собор, то когда вы поднимаетесь на его лестницу, откуда, кстати, виден потрясающий вид на крыше домов и на весь город, то можно подумать, что вы находитесь где-то вот в буддийской пагоде, наверное, потому что действительно все очень ярко. Ну, это связано с тем, что все-таки Петропавловский собор, он впитал в себя культуру местную, татарскую, да, и вот такой вот момент тоже интересный, да, вот поэтому он такой вот цветной, интересненький, веселенький даже, да, можно сказать, очень необычный, да, очень красивый, внутри семьярусный пеностас 18 века, то есть, ну, вот такая, такой объект, опять-таки тоже, который привлекает внимание абсолютно всех гостей. Ну, и, конечно, широкие возможности развлекательной программы, да, то есть исторические мы с вами перечислили, это еще, кстати, не все, потому что есть город Тетюши, который также активно развивается, уездный городок, есть и развлекательная часть, тоже быстро-быстро прям пробегаюсь. Здесь, в плане развлекательного, да, это, конечно, спортивная Казань, это тоже одна из самых наших таких больших фишек, так как проходила универсиада, так как проходит огромное количество чемпионатов мира, по, к примеру, водным видам спорта Финна у нас проходила, конечно, чемпионат по футболу будет у нас проходить, прошел Кубок конфедерации у нас в городе, все это привлекает туристов, которые связаны со спортом. Огромные, конечно, спортивных объектов, да, которые были построены к универсиаде, в частности, сейчас на фотографии вы видите огромный стадион Казань-Арена, где проходят все самые крупные чемпионаты и соревнования, которые, к примеру, во время чемпионата по водным видам, спортом превратился из футбольного поля в огромный бассейн. Экскурсии, кстати, тоже внутри по нему проводятся, вот, будет интересно как взрослым, так и детям. Это, конечно, дайвинг, вот картинка эта у нас в нижнем левом углу не случайно сюда попала, потому что некоторые переспрашивают, дайвинг в Татарстане, в Казани, это действительно возможно? Да, возможно, потому что у нас в регионе огромное количество озер, которые имеют карстовое происхождение, и вот, к примеру, голубое озеро, которое вот здесь вот у нас на картинке, оно очень чистое, и благодаря тому, что на дне залегает, знаете, такой вот ил, такого голубоватого оттенка, да, известняк, ил, вот не знаю, как правильно называется, в общем, вещество, которое находится на дне нашего голубого озера, оно вот придает вот такой вот голубой оттенок, причем дайвингом могут заниматься абсолютно все, это те, кто и никогда не погружались, пожалуйста, это есть такая возможность, и есть те, которые погружались, у кого есть сертификаты, они могут погрузиться вплоть до 16 метров, вот, и, скажем так, все-таки это такая экстремальная программа, потому что температура воды в голубом озере и зимой, и летом плюс 4 градуса, так что экстремальные программки мы тоже вам можем предложить, ну и, конечно, различные шоу с национальным колоритом, с национальным фольклором тоже у нас присутствуют, тут национальное шоу «Казан», которое проходит у нас в национальной деревне, Тугановылом называется, и, конечно, новое, уникальное, интересное, потрясающее, других слов у меня нету, это, конечно, национальное шоу «Казанские сокровища», которые, скажем так, нас полностью вовлекают в татарскую культуру, и здесь участвуют 50 танцоров, более 500 костюмов вши, там все очень дорого-богато, как мы любим, и поэтому я вот сейчас предлагаю тоже немножко окунуться в эту атмосферу, посмотрим видеоролик для того, чтобы у вас примерно было представление, да, как это все у нас проходит, так, буквально минутку, смотрим. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Так, вот такое вот видео, тоже немножко так посмотрели, да, окунулись, действительно очень масштабное, очень красочное шоу, и вот оно 9 сентября у нас стартует, и будет проходить каждый месяц, в праздники, конечно, будут увеличивать представления, и, знаете, мне нравится, когда гости, они не только через историю, да, через факты какие-то исторические смотрят на культуру, да, но вот и через танцы, через жесты, через мимику, это, конечно, тоже атмосфера, она передается, и именно на таких шоу гости понимают, да, что татарский народ, он очень такой трудолюбивый, очень веселый, несмотря на какие-то вот темные истории, и вот настроение, оно складывается уже потом, впечатление складывается от города именно вот за счет каких-то исторических моментов, за счет развлекательных моментов, за счет вот такого национального колорита, это обязательно. Так, теперь быстро пробегайте, потому что времени у нас все меньше и меньше остается, по программам, да, которые предлагает туроператор-премьера, как же, что мы предлагаем, да, ну, первая программа, это не Орел и Решка, видите, у нас на слайде, начнем с того, что все-таки программа у нас ориентирована как для индивидуальных туристов, так и для организованных групп, это школьники, взрослые, спортсмены, в общем, абсолютно все категории гостей могут побывать у нас в Казани, как я уже говорила. Первый тур – это Казань, Орел и Решка, он в основном ориентирован на туристов, которые именно индивидуально приезжают. Здесь что входит в тур? Входит сюда проживание и обзорная экскурсия по городу с посещением Казанского Кремля. Поэтому абсолютно в любой день вы можете заехать, на любое количество ночей, стоимость тура от 1500 рублей, да, вот 1480 рублей на человека. Поэтому здесь программа, почему она называется Орел и Решка, то есть она может быть минимальной по цене, да, как в передаче Орел и Решка, то есть мы можем путешествовать по 100 долларов, да, но тут и меньше. Мы с вами видим, что минимальный набор – это проживание и обзорная экскурсия. Максимально мы можем сюда добавить другие экскурсионные программы, которые у нас находятся на сайте, да, расписание вы можете у нас посмотреть, во вкладке «Туры по России», «Город Казань», «Экскурсия». И там как раз с понедельника по воскресенье вся экскурсионная программа у нас прописана. Вот, этим она очень удобна, потому что абсолютно вы не привязаны к какой-то определенной дате, когда у вас гости захотели, тогда они приехали. Следующая программа «Летим в Казань» также удобна тем, что заезд абсолютно в любой день, на любое количество ночей возможно, и в том, что здесь включен будет уже перелет. Это тоже очень важно. К примеру, сейчас у нас прогружен Санкт-Петербург, ой, тур «Летим в Казань» из Санкт-Петербурга, и вот буквально на этой, может быть, в начале следующей недели мы прогружаем уже из Москвы, «Летим в Казань», договорились наконец-таки, да, тарифок с авиакомпаниями из Екатеринбурга, из Тюмени и из Сургута. Вот, это есть прямые сообщения у нас с Казанью, эти города имеют прямое сообщение с городом, поэтому будет еще более удобно, еще более быстро добираться до нас. Ну и, конечно, трансферы аэропорта, отеля аэропорта и обзорные экскурсии по городу с посещением Казанского Кремля. Также эту экскурсию можно начинить другими экскурсионными программами, которые вы у нас увидите на сайте. Самая популярная программа, самая бронируемая программа – это у нас «Казань», «Раифа», «Свияж». Так как в эту программу входят 4 экскурсии уже в стоимость, это обзорная по городу с Казанским Кремлем, «Вечерняя Казань», «Вечером Казань» совершенно по-другому выглядит, да, она более такая загадочная, более интересная, потрясающая иллюминация в городе, все объекты у нас подсвечиваются, театр «Куколы Киет» очень красиво, да, «Казанский Кремль», «Набережная», чаша, вот которую вы видите, да, это тоже символ нашего города, Казан, откуда пошло название города Казани, который сейчас изначально строился и планировался как, скажем так, место, где будут у нас находиться СМИ, а в итоге все это переродилось в дворец бракосочетания, и поэтому у нас здесь все женятся, рождаются и так далее, и так далее. Все эти события записываются именно здесь. Конечно, это Раифский Богородицкий мужской монастырь, храм всех религий и остров Град Свияж. Вот эти вот четыре экскурсии, обязательно они включены в тур, минимальный заезд, минимальное количество ночей, в которых вы должны находиться, это три, максимальное сколько угодно, и заезд, опять-таки, возможно в любой день, это тоже очень-очень удобно для гостей. Цены вы тоже ниже видите. Следующая программа – это Казань Булгар. Опять-таки программа для тех, скажем так, кто больше интересуется историей, историей ислама в частности. И здесь тур уже также на любое количество ночей возможно, точнее на тур от трех ночей, заезд абсолютно в любой день может быть. Вот здесь уже включено проживание, казанский Кремль, обзорная экскурсия и, конечно, Великий Булгар посещаете. На Казанских волнах тур тоже, скажем так, будет интересен, особенно семейным парам, которые приезжают с детьми. Тур, который я называю «Лето круглый год», потому что в стоимость тура входит не только историческая часть, но и аквапарк «Ривьера». Один из крупнейших аквапарков по Волжье. Здесь включен безлимитный тариф, целый день вы можете находиться в аквапарке, купаться, отдыхать, бассейн с искусственными волнами. Также у нас есть тоже уникальная штучка, такая в аквапарке, как бассейн с выходом наружу, мы его называем, да, бассейн с выходом в открытое пространство. Особенно зимой все очень любят, вода теплая. Вы плываете прямо из-под аквапарка закрытого и выходите на территорию открытой. Все будет заснежено, все будет белое, а вы такие хорошие, интересные, балдеете в теплой воде. Вот, конечно, большое количество аттракционов, которые в «Ривьере» предлагается, все это туда включено, поэтому для тех, кто приезжает с детьми, это, наверное, будет один из самых таких удобных вариантов соединить историческую часть и развлекательную, чтобы взрослым и детям было интересно. Ну и, конечно, по просьбам многочисленных наших любимых партнеров, турагентов, мы закачали Казань суточные цены, потому что мы поняли, что в Казань приезжают не только отдыхать, но приезжают и работать, очень много командировочных, и они вот хотят просто забронировать суточные цены. Пожалуйста, без проблем вы это можете сделать. Причем удобство бронирования суточной цены, допустим, в отличие от таких известных сайтов, которые это делают, там Booking.com и так далее, удобство в том, что если вы, к примеру, у гостей не получается приехать в определенный день, сместить даты, пожалуйста, все это мы делаем без каких-либо штрафных взыманий, без неустоек. Если нужно отменить даже поездку, то опять-таки никаких штрафных санкций, никаких неустойок у нас не взывается, ну, исключение делается только на пиковые даты, да, на каникулярные даты. Вот, поэтому в этом плане это, конечно, более удобно. Есть какие-то цены, которые ниже, да, чем на Booking. Посмотрите у нас на сайте, зайдите, да, в подбор тура. Есть, конечно, цены, которые чуть выше, но цена примерно, она одинаковая, да, варьируется где-то вот в этой области. Поэтому, пожалуйста, тоже обратите на это внимание, будет входить стоимость только проживания. Ну, если нужны будут какие-то дополнительные, скажем так, опции такие, как трансфер, перелеты, проезды, экскурсии, пожалуйста, тоже мы это все сюда сможем добавить. Ну, и, конечно, у нас это, что, так, вылетела мысль из головы, чартерные поездки, да, наш эксклюзив, будем сейчас это дело анонсировать, потому что это такое наиболее актуально, в преддверии осени и зимы, да. В чем, скажем так, уникальность этого проекта? Проект «Чартерный поезд» из городов России. Изначально мы начинали этот проект только для города Санкт-Петербург. Но так как огромное количество запросов поступает к нам, да, огромное количество предложений, и в этот раз мы решили, что поезд поедет не только из Санкт-Петербурга, но поедет и из Москвы, и также поедет из Урала и Сибири, поэтому у нас будет вот такие вот три программки. Это чартерный поезд из Санкт-Петербурга и Москвы, который называется «Осенняя Казань» или «Ура! Каникулы». Поезд, даты путешествия с 1 ноября по 5 ноября, то есть 5 дней, 4 ночи, это вместе с дорогой. В чем удобство данного тура? Первое. Проезд на железной дороге, или по железной дороге, я как правильно говорю, проезд железнодорожным транспортом, вот так скажем, уже будет входить в стоимость. Причем, так как поезд получает статус детский, это не значит, что только детские группы будут ехать в поезде, а взрослым места не найдется. Нет, ни в коем случае. Просто статус детский имеет, почему мы его детский поезд называем, потому что особенно те, кто бронирует школьные группы, для них это будет очень важно. Во-первых, вагоны ресторана имеются, питание уже включено, включено сопровождение медицинского сотрудника, включено сопровождение полицейским, и многие-многие другие аспекты, которые обязательны для путешествия школьной группы. Поэтому те, кто у нас, мы столкнулись с тем, что знаете, как в последнее время, что некоторые побаиваются заниматься школьниками, потому что все ужесточается и ужесточается, закон ужесточается и ужесточается. Поэтому вот как раз таки чартерный поезд, это один из таких вот вариантов решения. Вам не нужно искать медицинского сотрудника, который должен сопровождать группу, он уже здесь включен в стоимость. Полицейского, который будет сопровождать группу, все тоже здесь включено. Когда группа приезжает, к примеру, сюда уже в Казань, мы их встречаем, то обязательно мы делаем всю документацию, начиная от уведомления в ГАИ, что обязательно, то вот заканчивая какими-то другими моментами, которые нужны будут для группы. Составление маршрутов, то, что нужно, то, что запрашивают обычно при бронировании школьной группы и многое-многое другое. Поэтому не нужно бояться, не нужно вот как-то сторониться школьных групп, наоборот, занимайтесь ими, потому что вот чартерный поезд, он дает такую возможность дополнительного, причем хорошего заработка для вас. Опять-таки, поезд, как я уже говорила, ориентирован не только на детей, на школьников, но и на взрослых. Мы всегда разделяем вагоны, у нас не бывает такого, что школьники путешествуют вместе с индивидуальными туристами, мы прекрасно понимаем, что дети, их очень тяжело удержать на одном месте, поэтому индивидуальные туристы в отдельных вагонах едут у нас, школьные группы в отдельных вагонах, никто друг другу не мешает. Вот, и программы точно так же составлены, то есть, если школьная группа путешествует всегда отдельно от индивидуальных туристов, индивидуальные туристы всегда будут путешествовать отдельно. Следующее, что? Что еще будет входить в стоимость? Да, не только прайс, но и сама экскурсионная программа будет входить. Экскурсионная программа, она максимально насыщена такими интересными объектами, которые, и основными объектами, которые хотят посетить наши гости, когда приезжают к нам в Казань. Это, конечно, обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля. Но при первой части всех объектов, которые посещают, можно увидеть вот здесь вот, внизу прописано. И в этом году мы решили сделать как? У нас разделяется программа для взрослых, да, то есть если это взрослая группа, то посещают Свияжск и Раивский Богородицкий мужской монастырь с храмом всех религий, а если это школьная группа, то они посещают Свияжск и город Иннополис как раз таки. Вот, поэтому здесь, так, сколько времени ехать на поезде из Москвы? На поезде из Москвы ехать где-то, наверное, 12-16 часов. Вот так вот. Еще, кстати, особенность чартерного поезда в том, что здесь у него максимально уменьшены остановки. То есть тут только технические остановки на поезде. То есть нет таких, что сели в вагон, проехали 40 минут, опять кто-то зашел, проехали, опять кто-то зашел. То есть здесь основная остановка это Санкт-Петербург, основная остановка Москва. И уже практически на пути следования вы будете ехать только с теми же соседями, с которыми вы едете. Вот такого проходного двора, да, такого не будет. Вот, это тоже, ну, как безопасность, да, особенно для школьников, пожалуйста, это тоже можете учитывать, такой момент. По поводу времени выезда поезда, то есть так как это чартерная программа, мы все сами знаем, да, мастодонты, да, туризма, что время может поменяться, но вот примерно где-то из Санкт-Петербурга по сравнению с прошлыми годами, да, потому что все-таки это наша не первая программа, а после где-то выезжает 9-10 утра. Вот, и прибывает он точно так же, ну, где-то в 9 утра в Казань. Если из Москвы, то это где-то 7-8 часов вечера. То есть тоже очень удобно для школьников, что, так как школьников мы можем привозить, да, только до 11 вечера, вот как раз-таки вот этот момент тоже можно учитывать. Ой, в 19-20-00, и также вот в 9 утра вы где-то прибываете в Казань. Таким образом, эта программа у нас с 1 по 5 ноября. И также, наверное, сказала или забыла, но еще раз повторюсь, что входит питание по программе, это обязательно завтрак плюс ужин, и питание на пути следования. То есть если это из Санкт-Петербурга, это двухразовое питание. Из Москвы тут тоже, в зависимости от того времени, когда уезжает пост, если, допустим, это 7 часов, то это ужин и завтрак, к примеру, будет, да, тоже двухразовое питание. Поэтому страховой сбор, все это включено, и такой полный пакет, который не нужно собирать, это тоже, скажем так, удобство, да, для вас, что вы сказали цену, цены все у нас на сайте сейчас находятся, можете посмотреть, и получили от этого свои положенные 10%, да, и тоже хорошо заработали на этом. Вот. Зима, весна. Да, каникулы считаем, сейчас я вам тоже объявлю о зиме, и весну тоже скажу обязательно. Такая же программа абсолютно для Урала и Сибири, да, для гостей из этих регионов. Единственное, только мы здесь сделали, каким образом, если для Санкт-Петербурга, для Москвы, для вот этих регионов, у нас все входит в стоимость, полный пакет, и идет комиссия с полного пакета, то с Уралом и Сибири, так как расстояние, ну, скажем так, не сутки ехать до нас, да, двое суток, а то и больше иногда бывает, вот, мы здесь сделали отдельно наземное обслуживание по стоимости и отдельно билеты. Вот наземное обслуживание, как раз таки вы видите, да, от 8745 рублей, наземное обслуживание будет у нас с 31 октября по 2 ноября, программа абсолютно такая же, как я вот говорила, как и для поезда, который по этой Санкт-Петербурга и Москвы, тоже все абсолютно объекты у нас посещаются, и цены на билеты тоже вот здесь как раз таки вы можете увидеть. Кстати, можно приобретать и просто отдельно билеты, к примеру, да, если у вас просто есть туристы, которые хотят выехать, к примеру, в эти же даты в Казань, и вот они хотят, чтобы было питание включено в поезде, то, пожалуйста, можете предлагать. Отдельно билеты мы тоже продаем. Вот. Единственное, только это под запрос. Почему? Потому что, допустим, вот у нас уже несколько групп сидит на поезде, да, и в зависимости от количества мест, потому что мест в вагонах тоже ограничены. Итак, по поводу питания, кстати, в поезде, тоже такую небольшую ремарку сделаю. Питание в поезде будет, ну, как бы, знаете, как ни омары, ни кальмары, да, конечно, каких-то деликатесов там не будет, это точно. И такое стандартное, скажем так, столовое питание, да, слово может быть не очень красивое, но оно очень подходящее в том плане, что все очень просто, вкусно, свеже и вовремя подано будет. Это, допустим, школьники макароны с сосисками обожают, да, какие-то сложные блюда для них придумывать не надо, они все равно это есть не будут. Вот. И питание тоже, конечно, в этом плане, оно ориентировано на вот такое на простое. И в программе, когда вы приезжаете в Казань, тоже школьников мы кормим только тем, чем они едят, потому что, опять-таки, принимая огромное количество школьных групп, мы поняли, что, во-первых, не доедают школьники, кто-то ест, кто-то не ест, и стараемся более простое, то, что вот будет, скажем так, восприниматься детьми, потому что, если предложить Азубо-Татарский, к примеру, да, то есть взрослым это нравится, еда национальная, очень вкусная картошка с солеными огурцами, с мясом, все это вот под таким вот соусом вкусным, то школьники, конечно, могут, как сказать, так настороженно отнестись к этому, поэтому мы более что-то простое, курица там с картошкой, котлеты с картошкой, или там соседки с макаронами, вот такого плана. Так, программа зимняя, чартерная, тоже, пожалуйста, вы можете видеть, пока что она выставлена только для СПБ и Москвы, с 4 января по 8 января, цены здесь указаны от 20 тысяч для СПБ, от 16 тысяч для Москвы, пока что эту программу на сайте вы у нас не увидите, почему, потому что не все отели еще у нам дали тарифы, вот мы сейчас ждем как раз таки, оставшуюся часть отелей нам выставят тарифы на Новый год, и мы уже будем полностью выставлять программу, думаю, что на следующей неделе уже программа у нас появится на сайте, ну, даты вот такие, да, с 4 по 8 января, на январские каникулы. И на Новый год, именно на новогоднюю ночь, тоже сейчас уже начали поступать запросы, опять-таки, пока не выставляем на сайт, потому что не все, к сожалению, дают там тарифы, да, отели, то есть пока что еще они думают, размышляют, считают какие-то статистику про прошлогодние, вот, ну, новогодние программы с банкетом новогодним, мы тоже будем выставлять обязательно, то есть не только с 4 по 8 будет программа, но и на новогоднюю ночь обязательно. Для групп программа рассчитывается отдельно, потому что там есть бесплатные сопровождающие, да, тоже на сайте у нас выложена информация по осеннему чартерному поезду, стоимость для детей и для взрослых отличается, потому что у нас, скажем так, делится стоимость для взрослого, стоимость для школьника при предъявлении справки со школы и стоимость на детей до 10 лет, да, то есть тоже другая будет совершенно, поэтому здесь цены будут отличаться, и если, допустим, у вас только детская группа, там, конечно, мы все вам пересчитаем, там, знаете, как на сайте рассчитано стандартно, там 10 плюс 1, 15 плюс 1, 20 плюс 2, 30 плюс 3, 40 плюс 4, да, но если у вас какой-то индивидуальный запрос или, к примеру, что касаемо групп, часто бывает такое, что они немножко хотят видоизменить программу, добавить каких-то объектов или убрать, наоборот, какие-то объекты, то, пожалуйста, тоже можете присылать запросы, мы пересчитаем вам обязательно, это не проблема, то есть, пожалуйста, сделаем так, как вам хочется, дешевле, дороже, но это уже все, как говорится, на вкус и цвет вашего заказчика, да, пожалуйста, добавим те объекты, которые вы хотите, ну, или же вот предложим какие-то вот интересные, интерактивные, к примеру, программы, да, очень популярны сейчас это, пожалуйста. Так, и по поводу программ еще, так, что еще, что еще хотела сказать, все, но если какие-то есть индивидуальные запросы, сейчас это тоже очень стало популярно, лип-туристы, мы их так называем, да, встреча, скажем так, на самолете, встреча, программа обзорной экскурсии на вертолете, мы тоже это делали, да, это обед, как последний у нас был запрос, обед в Свияжске летом в шатрах, а не в кафе, в восточном стиле с посудой золотой орды, ну, конечно, не настоящий, да, там не сохранилось посуду, но вот стилизация такая, да, подушки, кальянчик, вот такое мы тоже делаем, пожалуйста, если какие-то есть такие интересные запросы, сложные, скажем так, да, конечно, ими мало кто хочет заниматься в плане агентств, да, потому что это всегда занимает достаточно большое время, но для нас не бывает каких-то дорогих запросов, дешевых запросов, да, мы берем все абсолютно за все запросы, абсолютно все считаем, если всегда ведем полную консультацию с агентствами, то есть если что-то нужно изменить в программе, да, как-то вот подвинуться по цене, пожалуйста, мы все это делаем, это лишь бы вы и лишь бы ваши гости были довольны и все были довольны и получили максимальное количество впечатлений отказания, максимальное количество качественного обслуживания и качественного сервиса от нас. Это, конечно, на это мы делаем большое внимание, большой упор, поэтому мой телефон, который вы сможете увидеть, допустим, на сайте и в подписи тоже мои обычно с кем я переписываюсь, он у меня доступен, это мой личный телефон, 24 часа в сутки, я всегда на связи, даже ночью можете звонить, ну, конечно, ночью желательно по вопросам жизни и смерти, да, но как бы если скучно станет, то что, ну, как бы, да, можно будет поговорить, вот, но есть какие-то такие вопросы срочные, пожалуйста, звоните, я всегда отвечаю, если там с первым разом беру трубку, допустим, могу быть занятая, то обязательно я вам сама перезвоню, и мы с вами обо всем переговорим. Так, и по отельной базе мы сейчас с вами переходим, вкратце тоже расскажу, какие мы предлагаем объекты, вот такая вот схематичная карта Казани, здесь вот наш герб города, да, это Зеланд, наш охранник, наш защитник, дракон, и тоже очень красивая легенда, я думаю, когда приедете легенду, уже услышите, потому что времени, к сожалению, рассказывать легенды все меньше и меньше остается, но это вот наш защитник, наш такой вот тоже очень яркий герб города. По Казани, по отелям, скажу одно, что первое, на что нужно обратить внимание, все наши групповые экскурсии, которые вывешены у нас на сайте, для индивидуальных туристов, да, это такие программы, как Казань, Орел и Решка, Летим в Казань, Казань, Рейфа, Свияжск, Казанских волнах, Казань, Болгар, и так далее, и так далее, да, это все у нас, отправляются все наши экскурсии от гостиницы Татарстан, вот она вот здесь вот находится, если относительно центра, да, то есть где у нас центр находится, это, конечно, улица Баумана, вот она вот здесь вот криво получается, ну ничего, можно посмотреть, да, мышки тяжело рисовать, потом Казанский Кремль, вот здесь вот он находится, и это вот как раз таки, это есть у нас историческая часть города, все, что находится за рекой Казанки, это вот здесь вот, прошу прощения, это у нас уже новая часть города, да, Новосариновский район, новая, современная часть города, историческую часть и новую часть отделяет река Казанка, по которой тоже, кстати, осуществляются речные прогулки, вот, и которая плавно переходит и впадает в Волгу, да, то есть это все переходит в Волгу, поэтому у нас также летом был запрос о том, чтобы покататься по Казанке и потом плавно перейти на Волгу, ну, такие вещи мы тоже делаем, и у нас есть такая возможность. Далее, это вот как раз-таки исторический центр, основная масса отеля, она, конечно, расположена у нас в центре города, вот, улица Баумана, это пешеходная улица, это так называемый Арбат, по которому гуляют наши гости, улица Баумана, она плавно переходит, вот так вот, улицу Петербургскую, и протяженность, к примеру, от гостей Татарстан до, откуда начинается улица Баумана, до Казанского Кремля, куда она упирается, где заканчивается, два километра, два километра пеших прогулок, пожалуйста, Казань, все-таки спортивная столица, да, вы можете себе это позволить. В гостинице Татарстан отсюда отправляются те наши групповые экскурсии, то есть, как это происходит, обычно гости приезжают, заходят в отель, в холле отеля у нас происходит сбор, там есть информационное бюро, куда они подходят, предоставляют свои ваучеры, все, и там где-то, ну, за 15-10 минут до начала экскурсии собираются, все, потом уходит представитель, называет фамилии, присаживается в автобус и едут уже на экскурсии. Привозят точно так же сюда обратно гостиницу Татарстан, если вдруг гостям нужно выйти где-то в другом месте, к примеру, летом очень часто просто ставят около Казанского Кремля, пожалуйста, все это мы делаем. Далее, ЖД-вокзал у нас находится вот здесь, вот он тоже в центре города, это ЖД-вокзаль Центральный называется, основная масса поездов приходит именно сюда, опять-таки это тоже центр города, отсюда можно пешком добраться до Казанского Кремля, а вокзал, который новый у нас, да, вокзал Восстание называется, он находится уже вот в новой части, да, в авиастроительном районе, где-то 20 минут езды до центра города от него. Итак, по отелям давайте с вами пробежимся, так вот, в принципе, по городу немножечко я вам рассказала, более-менее ориентируйтесь, по городу курсирует у нас красный общественный транспорт, очень доступный, практически с любой точки вы можете добраться, или на красных автобусах, у нас, кстати, транспорт, он тоже такой очень интересный, все автобусы у нас красного цвета, все троллейбусы у нас зеленого цвета, все трамвайчики бордового цвета и есть еще метро, самое маленькое метро в мире, 10 станций всего, 11-я сейчас строится. И проезд у нас абсолютно на любом транспорте одинаковый, 25 рублей, очень удобно, гости точно не перепутают, и остановки у нас объявляются на всех транспортах на трех языках, представьте себе, на русском, на татарском и на английском. Поэтому абсолютно ни у кого не возникнет какого-то языкового барьера, все вывески дублируются на двух языках, некоторые даже на трех языках, да, все мы прекрасно говорим на русском языке, может быть, конечно, не всегда правильно, но с ошибками нам можно сделать скидку, да, и, конечно, ну, каких-то вот таких языковых сложностей, да, у гостей не возникает, это тоже такой большой плюс достаточно, да, к региону. Итак, поехали дальше, по поводу отельной базы. Кроме того, что, как я уже говорила, что у нас есть достаточно большое количество отелей, да, и в то же время у нас сейчас очень активно развивается такой сектор, как хостелы. Причем хостелы совершенно все новые, это тоже очень большой плюс. И для тех, кто хочет бюджетно, скажем так, отдохнуть, допустим, меньшую часть денег потратить на проживание, да, а большую часть денег потратить на экскурсионную программу, вот как раз-таки хостелы здесь они очень-очень выручают. К примеру, Казанский скворечник, с которым мы очень активно работаем, потрясающий персонал, и сам по себе скворечник очень интересный, скажем так, с таким дизайнерским подходом. Во-первых, он новый, чистый. Во-вторых, в отличие от других хостелов, здесь есть завтраки. Да, прямо на первом этаже в хостеле есть кафе, где предоставляются завтраки, завтраки на крытие. И если у нас отдыхают группы, а у нас уже группы отдыхали, да, в Казанском скворечнике, прям дети были все в восторге, потому что он очень яркий такой, знаете, огромное количество скворечников сделано, и такой вот очень веселый, можно будет даже организовать вот в кафе и обеды, и ужины в том числе, да, это что немаловажно для групп. Плюс здесь в этом Казанском скворечнике обязательно кухня, есть общая, где сможете подогреть что-то, да, или чай попить. Есть комната отдыха, вот она, пожалуйста, внизу в левом углу представлена, да, у нас где можно посмотреть телевизор или поиграть в какие-то игры настольные. Есть учебный класс. Вот это один из единственных хостелов у нас в Казани, где есть учебный класс. То есть, опять-таки, если приезжает школьная группа, вечером, к примеру, да, можно детей чем-то занять, там какой-то открытый урок провести, может быть, какие-то игры поиграть. Пожалуйста, все это бесплатно предоставляется, без проблем. Еще раз хочу подчеркнуть, что потрясающий персонал, очень доброжелательный, очень такие вот уютные, и действительно чувствуешь себя в этом хостеле как дома. Удобства на этаже будут, соответственно, да, это вот специфика хостелов. Но, опять-таки, еще раз хочу обратить ваше внимание, что не нужно бояться хостелов, да, потому что детям, наоборот, интереснее и веселее жить в четырехместных, в шестиместных номерах, еще ярусные кровати вдобавок, да. А вот для преподавателей это, конечно, возможно, какая-то вот не очень удобно, но в Казанском скворечнике есть не только ярусные кровати, но и обычные односпальные кровати, да, двухместные номера тоже присутствуют. Поэтому, когда у нас выезжает группа, мы обычно преподаватели селим двухместные номера, а школьники, они уже живут там четырехместные, шестиместные, восьмеместные номера и так далее, и так далее. Находится в центре города Казанский скворечник, недалеко от Старо-Татарской Слободы, буквально 15-20 минут пешочком, бесплатный Wi-Fi и все другие плюсы я уже, конечно, вам тоже перечислила. Поэтому еще раз хочу уделить ваше внимание на то, что, обратить ваше внимание на то, что не нужно бояться хостелов. Они в Казани у нас здесь все хорошие. Следующий. Гвардейская две звезды. Она у нас одна из самых старых гостиниц в городе, да, еще есть гостиница Татарстан, которая была построена в 70-е годы, да, которая находится вот как раз таки, откуда отправляется на все экскурсии. И Гвардейская, она была год постройками 92-й, такая стилистика немножко советского плана, да, но при этом полностью в 2013 году прошел реновацию, все очень чисто, аккуратно, без каких-либо излишеств, да, удобство в номере, гладильные предотвижности есть на этаже, есть, кстати, удобство тоже на блок, потому что здесь есть несколько категорий номеров, есть удобство в номере, а есть удобство на блок. На два номера один санузел. Это тоже, если, к примеру, приезжает семья четырех человек, да, и живут в двух номерах, для них это абсолютно никакого дискомфорта, да, вот, скажем так, ванная комната и туалет на два номера не создают вообще никаких проблем. Вот, отель работает на базе завтраков, завтраки, шведский стол, пожалуйста, вот, тоже вот, ресторан отеля здесь виден, все в таких вот нежных светлых тонах, все очень чисто, аккуратно. Вот, по расположениям располагается он немножко в отдалении от центра, это до, скажем так, если мы за центр с вами будем брать, все-таки ориентироваться на улице Баумана и Казанский Кремль, то это где-то 15-20 минут езды на общественном транспорте. Транспортная развязка абсолютно доступна в этом отеле, прямо перед отелем есть остановка, гости садятся, едут 25 рублей и вы в центре, там, 15 минут и вы в центре. Каких-то таких пробок в этом районе у нас нету и никогда не было, в принципе, поэтому можете тоже смело гвардейскую предлагать для тех, кто хочет более экономично, да, отдохнуть у нас в городе Казани. Следующие от Эвергины Малые Клыки, 3 звезды, да, кстати, вот эти все отели и хостелы, они у нас будут на чартерном поезде, да, уравникулы в этой программе, поэтому вот тоже, скажем так, на них акцентирую ваше внимание, что вот именно в этих отелях представлено проживание на данной программе. Регина Малые Клыки, 3 звезды, тоже находится в отдалении от центра города, также 15-20 минут добираться, но немножко в другой стороне, нежели гвардейская. Он находится в спокойном районе, также перед отелем есть своя остановка, есть большое количество транспортов, автобусов, которые добираются до центра, и, скажем так, удобство этого отеля в том, что здесь, во-первых, находится бассейн, и посещение бассейна, оно будет входить в стоимость всех программ, да, проживание, номера большие, да, там, начиная от 18 квадратных метров, заканчивая 32 квадратными метрами, места много, вечером есть чем заняться, да, поплавать в бассейне, хороший завтрак, вот, опять-таки, для тех гостей, которые предпочитают более спокойный отдых. Вот они поедели по экскурсиям днем, посмотрели, вечером хочется отдохнуть, да, от городской суеты, от шума, расслабиться, поплавать в бассейне, пожалуйста, вот, Регину Малой Крыки можете смело предлагать, потому что он как раз-таки все эти возможности нам предоставляет. Далее, отель Биляр Палас, тоже очень известный, очень распиаренный, популярный, хороший отель, мы его очень любим, и наши гости тоже его очень любят, он находится прямо в центре города, недалеко от улицы Баумана, буквально 2-3 минуты ходьбы пешком до улицы Баумана, 2 минуты ходьбы до гостиницы Татарстана, откуда отправляется все экскурсии, выполнен в таком восточном стиле, потому что часто тоже запрашивают, вот мы хотим жить в отеле, чтобы было так очень колоритно, атмосферно, восточно, вот как раз-таки Биляр Палас, это один из тех, да, 4 звезды, абсолютно себя полностью оправдывает, с номерами, вообще с различными категориями номеров, есть номера с панорамным видом, находятся прямо напротив парка Тысячелетия, с видом на озеро Кабан, с видом на старо-татарскую Слободу, да, и вот тоже хорошие номера, вы видите, да, все очень современно, все очень хорошо, чисто, аккуратно, тоже номера большие, 20 квадратных метров начинается, и с хорошими завтраками, причем в Биляре находится ресторан Биляр, который у нас является одним из лучших ресторанов по национальной кухне, и также вот если брать, скажем так, в тематику, раз уж я пустилась, таких вот атмосферных восточных, да, отелей, есть еще у нас отель Татарской усадьбы, которая выполнена в татарском стиле, она находится прямо в старо-татарской Слободе, и при этом отеле есть шикарное место, кафе, ресторан, Татарская усадьба, также называется, потому что часто гости спрашивают, куда нужно пойти, чтобы поесть национальную кухню, вот как раз-таки в ресторан Татарская усадьба, очень приятная атмосфера, повар, который работает, да, шеф-повар, который работает в ресторане Татарской усадьбы, это вообще легендарный наш повар, известный на всю республику, которая кормит весь правительственный аппарат, кормит всех, все делегации, которые приезжают к нам, вплоть, начиная от Бориса Ельцина, который приезжал к нам, да, и заканчивая, там, Дмитрий Анатольевич Венведев, Владимир Владимирович Путин, наши президенты, да, Минцемир Шамиев, Рустам Нургалевич, в общем, кухня там отменная, не могу сказать, что там какие-то дешевые цены, нет, средний чек, средняя цена, вот, ну, поэтому можете гостям советовать, да, как такое вот атмосферное и приятное место для досуга гостей. Следующий отель, это, конечно, у нас Корстен, тоже один из самых таких известных и популярных, и часто бронируемых у нас. Корстен находится в бизнес-центре, да, то есть в бизнес-зоне нашего города. Также, если брать, допустим, от, ориентироваться на улицу Бауна, то где-то буквально 5-10 минут езды до улицы Бауна на общественном транспорте, находится в парковой зоне Корстен. Рядом парк, центральный парк культуры отдыха имени Горького с поющими и фонтанами, с потрясающей тоже атмосферой, очень многие там гуляют, вообще казанцы любят этот парк, вот, как раз-таки можно с видом на парк, да, и вообще этот отель я очень люблю за то, что у него номера с видом на город, то есть потрясающие панорамные окна у отеля, хорошее обслуживание, хороший сервис, хорошие завтраки, ну и, скажем так, отель, который в себе сочетает абсолютно все прелести отдыха, почему, потому что здесь и спа-зона есть, да, есть и развлекательная зона, потому что отель соединен с Дововым центром, и здесь, конечно, вот для шоппинга вариантов тоже очень много, да, и развлекательная в том плане, что на 25 этаже находится шикарный панорамный ресторан Extra Lounge, да, вы можете пообедать с видом на, точнее, позавтракать в шведский стол, да, с видом на город, и пообедать и поужинать в том числе, и как и у всех корстонов, да, все-таки эта цепочка завтраки в этом отеле начинается с 7 утра и до 5 вечера, не ошиблась, это вот действительно так, это концепция отелей Корсона, что вы можете, не важно, когда вы проснулись, вы можете позавтракать с 7 утра до 5 вечера, пожалуйста, в завтраке в вашем распоряжении, ну, это тоже такая фишка, и та фишка, которая, ну, скажем так, многих гостей склоняет к выбору именно этого отеля, вот, здесь тоже номера очень хорошие, в таком классическом стиле выполнены, и, кстати, на 20, ой, точнее, прошу прощения, на 26 этаже находится ресторан, на 25 этаже находится уже развлекательная часть, это жужу-бар, караоке-бары, а уже на 24 этаже находятся номера, и здесь особенность такая, что, ну, скажем так, то, что происходит наверху, гости, которые на 24 этаже, они абсолютно не слышат, потому что очень хорошая шумоизоляция в отеле, и даже многие просят сидеть их на 24 этаж, потому что, ну, сами понимаете, потрясающий вид открывается на город. Да, для любителей поспать это однозначно, очень часто Корстон выбирает именно молодожены, да, которые тоже в качестве свадебного путешествия сейчас выделяют именно вот город Казань. Вопрос, да, поступил, Гузель можно рекомендовать туристам, шоппинг, есть ли бутики? Спасибо, да, бутики есть, если брать, допустим, какую-то эксклюзивную одежду, да, класса делюкс, к примеру, там, Армани и так далее, и так далее, то это, пожалуйста, есть, а если брать в плане национальной одежды, да, потому что тоже часто спрашивают, даже не то, что национальной, а вот в стилистике национальной и в стилистике исламской одежды, потому что очень красивое платье в пол, да, что привлекает, там, красивые пиджаки, мужская одежда очень красивая, с безрукавками шикарными. Это у нас есть улица Парижская коммуна называется, она тоже в центре города находится, вот там, скажем так, одежда для мусульманского такого акцента там находится, ну, конечно, наши местные бренды, дизайнеры, да, если вы, может быть, слышали такой бренд, как Святая, это наш казанский бренд, тоже огромное количество магазинов находится здесь у нас в городе, да, это дизайнеры, которые работают вот на эксклюзивы, Аль Раваш Мейкер тоже, это в Инстаграме очень популярный дизайнер, да, с такими восточными мотивами, тоже магазины есть у нас здесь и шоурум, и здесь у нас в Казани, это тоже все вот казанское производство, поэтому в плане шопинга, конечно, здесь есть чем похвастаться, но, в принципе, знаете, как каких-то вот, кроме вот такого национального колорита, да, вот и мусульманского колорита, в принципе, все остальное так же, как и в других больших городах, не знаю, торговые центры, такие как Мега, к примеру, да, там, про Икеюш я вообще не говорю, да, какие-то такие вот торговых центров очень много, да, вот закончим, наверное, на этом. Драгоценности тоже, что вот, скажем так, тоже много кого привлекает, именно украшения национального стиля, восточного стиля, здесь у нас это очень популярно и очень много, и приводится абсолютно с разных стран, начиная там от Арабских Эмиратов до Таиланда доходит, камни, драгоценные, полудрагоценные, это тоже у нас, ну, скажем так, татарская женщина, она очень любит украшения, и поэтому здесь у нас этого очень и очень много. И, кстати, по поводу косметики тоже оговорюсь, потому что часто спрашивают гости косметику Мюстелла, да, это косметика, которая экологически чисто основана на норковом масле, которая потрясающе благотворно влияет на кожу, скупает, просто приезжает крема, какие-то средства для лица, вот как раз-таки Мюстелла, это тоже наше татарстанское производство, и тоже магазины раскинуты по всему городу, и на улице Баумана, в частности, есть, можете, пожалуйста, приобрести. Возвращаемся к отелю, отель Раймонд, 4 звезды, новый отель в прошлом году открылся, в 2016 году, очень яркий тоже, у нас вот сейчас такая волна, знаете, по отелям пошла, что приглашают дизайнеров разных там, из других городов, из других стран, чтобы вот оформили отель, вот как раз-таки Раймонд один из них, находится на улице Большая Красная, недалеко от Богородицкого монастыря, где находится Казанская икона Божьей Матери, а, соответственно, недалеко от Казанского Кремля, там буквально, ну, 10-15 минут пешком, и хороший отель, большой номерной фонд, абсолютно для всех можно предлагать, и для групп, и для школьников, вообще отель всех абсолютно принимает, никого не делят, то есть тоже это очень приятно, бесплатный сейф, бесплатный набор чай-кофе в номере, номера очень яркие, интересные, красивые, от 19 квадратных метров начинаются, и вот тоже хороший конференц-возможности, кстати, у Корстена, я забыла упомянуть, это одна из самых лучших площадок для проведения конференций, тренингов, форумов, и так далее, и так далее, огромное количество конференц-залов в Корстене, вот, поэтому в качестве такого майс-туризма его тоже можно рассматривать, а это у нас вот отельчик Раймонд, тоже, вы видите, очень такой приятный, с хорошими завтраками, с хорошим рестораном и с шеф-поваром, кстати, тоже очень славится он у нас, просто даже обычно казанцы посещают ресторан этого отеля, и всем очень нравится атмосфера. Конечно, мировые сети тоже присутствуют у нас в городе, это Park Inn, Park Inn by Redison, долго о нем рассказывать не буду, потому что прекрасно, потому что вы знаете, что это сервис, что это качество, это одна стилистика отелей, это один и тот же ковролин, да, все уже в любом случае побывали в любых других странах в Park Inn, действительно, очень хороший отель, с потрясающим персоналом, который максимально старается угодить гостям, да, понравиться, чтобы все у них было хорошо, и, скажем так, удобство Park Inn еще в том, что это один из тех отелей, который имеет 150, да, номерный фонд у него, который принимает группы, и, ну, скажем так, в Казани есть много отелей, которые, у которых есть номера с большой кроватью, да, что не совсем, возможно, подходит для группы, группы обычно запрашивают раздельные кровати, да, номера Твин, а вот как раз-таки у Park Inn есть такая особенность, что у них кровати по системе клик-степ, то есть кровати могут соединиться, а могут разъединиться, это абсолютно будет комфортно, сверху делается такой, если, допустим, кровать соединяет на матрасник, абсолютно комфортно спать, никто не проваливается, да, как это бывает, допустим, да, в других странах, а здесь вот как раз-таки система клик-степ, там на защелке идет кровать, и никто не падает, очень комфортно и хорошо. Кровать 180 на, ой, прошу прощения, 90 на 200, по-моему, идет у них кровать односпальная, ну, достаточно большие, в общем, да, от двухспальной кровати 180 на 200 у них идут, поэтому с хорошими завтраками, с хорошим национальным меню Park Inn в том числе, вот, поэтому предлагайте смело, точно, ну, скажем так, Park Inn здесь не ударит, являясь, лицом, он держит свою марку и от этого очень популярен. Так, следующий отель, это у нас центр отель Казан Кремлин, если вы обратите внимание, да, это бывший Мариот, тоже находится около Казанского Кремля, у подножия Казанского Кремля, буквально две минуты вы в Казанском Кремле, буквально три минуты вы уже на набережной, на нашей кремлевской, да, на европейской набережной, про которую я рассказывала, катайтесь, если это сейчас, допустим, да, катайтесь на велосипедах, на роликах, живая музыка, кто-то играет на фортепьяно, кто-то катается на французских каруселях, кто-то смотрит на потрясающей красоты дворец земледельцев, да, тоже такая, скажем так, любители пофотографироваться около этого здания, туристы у нас, и как раз-таки вот центр отель Казан, он сохранил тот уровень, который держал Мариот, за что ему огромное спасибо, и центр отель Казан, это тот отель, точнее, для тех гостей, которые не хотят отдыхать со своими соотечественниками, к примеру, да, а хотят больше с иностранцами, вот как раз-таки центр отель Казань, это основной отель, куда приезжают практически, ну, многие иностранцы любят его очень, шикарное обслуживание, хорошие номера, большие кровати, причем кровать Твин, это будут 2 двуспальные кровати, то есть абсолютно спокойно, у нас была школьная группа, которая жила в центр отель Казань, и для того, чтобы немножко удешевить, да, стоимость тура, мы сделали не двухместные номера, а сделали четырехместные, две кровати двуспальные, то есть 4 человека, понятно, что это однополые дети будут, да, они вот абсолютно спокойно разместились, это, конечно, все согласование, да, учителей, согласование родителей, но вот при этом мы вот смогли такую приличную сумму сэкономить, кстати, тому говоря, поэтому, если будут запросы, да, которые дети хотят жить в центре города, в хорошем отеле, вот такую возможность Мариотт, точнее, прошу прощения, центр отель Казань, он разрешает делать, вот, 4 человека можно разместить в одном номере, это касается детей, то есть школьников, обслуживание, как я уже говорила, на уровне, тоже конференц возможности есть у этого отеля, шикарная терраса на крыше в отеле, с потрясающим видом на Кремль, и на набережную, и на современный город, да, поэтому тоже очень рекомендую, очень советую, и, ну, все гости у нас довольны, как я еще раз повторюсь, у нас в Казани не существует плохих отелей, есть отели, которые более выгодно расположены, да, по отношению к центру, есть, которые менее выгодно расположены, но, к примеру, они также хороши, арт-отель, да, который вот я пока что на слайде, да, не поставила, тоже мы с ним очень активно сотрудничаем, это бутик-отель, очень хороший в центре города находится, это, конечно, Лучиано-спа, отель 5 звезд, который, ну, достаточно известен вообще по России, потому что один из самых больших и самых лучших спа, считается, что находится именно в Лучиано, лучше он не только, скажем так, по размерам, да, и по тому набору услуг, который предоставляется, но и по составу врачебному, по докторскому составу, потому что очень приятно, программа детокса, Лучиано, и многие ее запрашивают и бронируют, и она имеет, ну, как бы очень хороший эффект, и многие запрашивают именно проживание с программой детокса, тоже мы продаем, но единственное, Лучиано, он под запрос всегда идет, его нужно запрашивать, какой-то вот такой моментальной гарантии, они, к сожалению, не дают, потому что каждого туриста мы индивидуально с ними обсуждаем, тоже Лучиано находится в центре города, очень удобное расположение. Это, конечно, отель Ногай, три звезды, который, в принципе, я во многих вебинарах о нем рассказывала, и уже не стала его включать, потому что уже всем на слуху этот отель, да, отель Ногай, это бывший дом печати, это историческое здание, здание 30-х годов, такой в стиле конструктивизм, который находится прямо на улице Баумана, отель Ногай, поэтому тоже его в поисковике вы можете найти. Конечно, Гранд Отель, отель Шаляпин, тоже мы с ними работаем, в принципе, знаете, как премьера, мы работаем практически со всеми отелями, которые у нас в Казани находятся, большой список вы можете посмотреть у нас в подборе тура, даже если вас интересует какой-то определенный отель, и вы его не нашли у нас в подборе тура, вы можете написать, сказать, Гузель, нас содержит вот такой-то отель, мы хотим туда, пожалуйста, мы заключим с ними договор, если у нас вдруг не заключим договор, выбьем хорошую цену для вас, грубо, конечно, запросим хорошую цену, и очень многие отели достаточно легко идут нам навстречу, потому что мы, скажем так, отрабатываем все полностью, даем поток, даем клиентов, поэтому вот такие вот хорошие отношения у нас складываются с отельерами. Ну что, такую основную информацию я вам рассказала, если есть у вас какие-то вопросы, можете задавать их в чат, с удовольствием отвечу, и вот у нас буквально осталось несколько минут, самая такая приятная часть, так вот вопрос, самый выгодный для детских групп школьников, на ваш взгляд, центр отель Казань? Нет, он не самый выгодный в плане денежном, да, потому что все-таки отель на уровне 4 звезды, с хорошими завтраками, он просто выгоден в том плане, что можно 4 человека в одном номере разместить, и за счет этого пожить в хорошем отеле, ну и по, скажем так, нормальной цене, да, потому что для проживания детских групп очень хорошего, да, даже вам, давайте перечислю, вы можете записать, во-первых, это Казанский скворечник, как я уже, для тех, кому, скажем так, ну, не важно, то, что будут обязательно удобства, должны быть в номере, да, это обязательно Казанский скворечник, хостел, это обязательно для группы школьных, Давыдов 3 звезды, тоже, потому что большое количество раздельных кроватей, и можно сделать номера не только двухместные, но и трехместные, опять-таки за счет этого немножко сэкономить, это, конечно, Давыдов и 2 звезды, которые находятся в центре города, и там есть двухместные, трехместные, четырехместные номера, хороший завтрак, шведский стол, единственное, в номере в Давыдове ин, 2 звезды, там нету телевизора и мини-бара, холодильничка, да, но, в принципе, для школьников, может быть, это и не стоит, потому что школьные группы у нас обычно до такой степени утрамбовывают экскурсионную программу, потому что там детям даже некогда вздохнуть, да, вот учителя хотят все-таки, если приехали, то уже максимально так, мою экскурсионную программу сделать, это, конечно, Татарстан 3 звезды, да, тоже, это Бильярд Палас хорошие цены дает, это Парк-Ин, да, вот опять-таки для детей, для детского отдыха, но, в принципе, знаете, как, так, что еще для школьников, так быстро-быстро вспоминаю, Ногай 3 звезды, да, и Корстен, Корстен тоже бывает такое, что есть очень хорошие тарифы у них, вот, но Корстен, он все-таки больше, знаете, как и для, наверное, парного отдыха, вот как-то молодожен, очень часто его бронируют, молодожен часто бронирует, центр отель Казань, часто бронирует Хилтон, Хилтон тоже у нас есть в Казани, Риксос у нас сейчас строится в Казани, уже строится давно, вот обещают, в 2018 году, к чемпионату его открыть, да, то есть, такие хорошие цепочки у нас, ну, которые, в которые не стыдно заехать, да, у нас все это, конечно, в Казани есть. Так, надеюсь, ответила на вопрос, да, итак, по поводу розыгрыша, самая интересная часть, теперь вам нужно немножко так, быть во внимании, в программе черный польза школьных групп, есть возможность выбора отеля, или то, что у вас рассчитано, то, что у нас рассчитано на сайте, уже есть, вот, во многих отелях уже, скажем так, закончились номера, потому что очень многие операторы берут под квоты мест, номера, да, и они имеют свойство заканчиваться, но есть такая особенность, что в октябре месяце происходит корректировка блоков мест, и, допустим, кто не смог продать, места они сдают, и они выпускают в свободную продажу, поэтому, если, допустим, вам нужен какой-то определенный отель, и вы хотите, чтобы мы вам рассчитали его под чартерами поезд, пожалуйста, присылайте запрос, я буду, во-первых, свяжусь с отеля, может быть, там и есть номера, да, вот, если нету, то подождем октября, то, скорее всего, там появится, потому что, это такая частая практика у нас в Казани, когда за три месяца вообще нету места, а за месяц они каким-то волшебным образом у нас появляются, это вот, ну, эта особенность, она только на праздники, конечно, распространяется, когда вот такой пиковый сезон, это ноябрьские праздники, январские праздники и весна, на весну пока что поезда был вопрос, забыла ответить, пока что мы не ставим, планируется поезд, пока что РЖД нам не дает каких-то конкретных дат, но в любом случае, какая-то программа, она обязательно будет, и будет она вместе с ЖД билетами, потому что эта программа у нас уже, она откатана, она удобна очень для гостей, и для вас, в частности, для бронирования, поэтому мы, конечно, что-нибудь эдакое придумаем, вот, но пока что в какие-то конкретные даты на весну дать не могу, экскурсии для школьников тоже занимаемся, список экскурсий для школьных групп, все, что вот видите у нас на сайте для индивидуалов, да, там, может быть, открыли, посмотрели, цены указаны у человека, любую экскурсию мы можем сделать для школьной группы, вы, допустим, бывает такое, что приезжают на один день, это очень часто близ лежащие города, да, допустим, там Липецк нам ездит на один день, Уфа едет на один день, пожалуйста, мы все это можем рассчитать, потому что школьникам, им, конечно, вот, есть на сайте во вкладке Казань, там есть программа однодневных туров пока что еще, да, то есть двухдневки мы, знаете, как они у нас есть, но, во-первых, нужно, чтобы руки дошли их прогрузить на сайте у нас, а так-то они рассчитаны, вы можете нам просто письмо прислать, просьба нам выслать список экскурсий, какие варианты вы предлагаете, там, допустим, на один день, на два, на три дня, и мы вам прямо сразу на почту вашу это все дело скинем, вместе уже с ценами, вот, в общем, присылайте, запрос отправим, просто, к сожалению, очень много работы, руки не доходят все это повесить на сайт, да, и чтобы не перегружать информацию на самом-то деле, да, лучше, наверное, по запросу это делать. Так, еще раз, переходим, на сайте есть ваш мейл, есть наш мейл во вкладке контакты, если что, вот в конце последняя страничка будет вместе с нашими контактами, да, то есть у нас это контакты Москва, Петербург, Казань, Кавказские минеральные воды и Екатеринбург, то есть пять офисов, да, у нас, все это будет вот на последнем слайде, вы увидите. Итак, немножко закончу все-таки с розыгрышем, да, начнем. Итак, у нас будут три вопроса, те, кто очень внимательно слушал мой вебинар, должны будут на него верно и быстро ответить. Будем по отдельности, сначала первый розыгрыш проведем, потому что у меня вот здесь вот три подарка. Второй вопрос и третий. Попрошу писать, как прозвучит первый вопрос, ответы писать прямо в онлайне. И как только я увижу правильный ответ, я объявляю стоп, да, и идем ко второму вопросу. все победители будут у нас вывешены обязательно на сайте профитревел. Вот, все вы узнаете, скажем так, себя, да, кто победил. Вот, подарки очень хорошие, поэтому будьте начеку, и будьте внимательны. И так, первый вопрос у нас, сколько объектов, точнее, подождите, подождите, уже кто-то ответил, да, кто-то знает вопросы мои, что ли, да. Разыгрывается, первый, это сертификат на обзорную экскурсию, и, кстати, вот по поводу сертификатов, мы всегда стараемся разыгрывать сертификаты неименные. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что у наших любимых партнеров, у турагентов огромное количество работы, и не всегда у них получается приехать, использовать тот сертификат, который мы дарим. Поэтому мы стараемся дарить сертификаты неименные, которые вы можете впоследствии или подарить вашим туристам, или передать вашим родственникам, или самостоятельно, да, приехать. Пожалуйста, это без проблем. Поэтому первое, что у нас разыгрывается, разыгрывается сертификат на обзорную экскурсию по Казани, посещением Казанского Кремля, на две персоны. Действует он у нас до 30 декабря 2017 года, поэтому времени приличное количество. И первый вопрос. Сколько объектов ЮНЕСКО у нас существует, есть на территории Татарстана? Пожалуйста, пишите. Так, все, вижу, правильные ответы пошли тут. Ага, так, все, отлично. Так, вижу правильный ответ, поэтому победитель будет у нас напечатан на сайте Profit Travel. Обязательно. После вебинара вы, думаю, узнаете об этом. Так, второй вопрос. Разыгрывается. Билеты на красочное шоу, шоу «Казанские сокровища» с открытой датой, абсолютно в любое время можете к нам приехать, на красочное шоу «Казанские сокровища», видео, которое мы сегодня с вами видели, смотрели, да, также на две персоны. Также неименной сертификат, абсолютно тоже спокойно можете туристам или там родственникам передарить. Нам следующий вопрос. Как переводится слово «Эчпочмак»? Пишите. Будем. Так. Есть правильные ответы. Так, хорошо, отлично. «Эчпочмак». Вижу, вижу. Все. И третий вопрос. Есть у нас такие победители, прям все знают про Казань, как будто бы живут в Казани. И третий вопрос, и третий подарочек. Это сертификат от отеля «Корстон». Проживание в этом шикарном, хорошем отеле, про который мы сегодня с вами разговаривали, много я говорила. Проживание в номере категории «Бизнес-стандарт» на двоих, на сутки. Действует сертификат до 2 ноября. То есть тоже так же при личном времени у нас есть, за не полтора месяца. Этот сертификат, так как он на одну ночь, то есть его можно совместить еще с одной ночью, к примеру, доплатить за одну ночь, и использовать еще этот сертификат. Ну или приехать к нам на выходные. Пожалуйста, без проблем, мы вам это все дело организуем. Сертификат на проживание «Корстон» на одну ночь, на двухместный номер, на базе завтрака. Завтрак будет проходить в панорамном ресторане на 25 этаже, с шикарным видом на Казань. Итак, вопрос. В каких городах есть офисы и представительства туроператора «Премьера»? «Города» прямо прописать. Прописать города не сколько, а прямо вот прописать название городов в одну строчку. Так, тоже вижу, вижу победителя. Здорово, 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 здорово. Спасибо большое за ваше участие. Это все достаточно активно прошло, да, у нас все так активно участвовали. Как вы сможете забрать подарки, потом уже, как только будут вывешены победители на сайте, мы с вами обязательно свяжемся, обязательно вам передадим эти сертификаты. В общем, найдем способ, как это сделать, да. И, конечно, хочется пожелать вам напоследок, так, сейчас немножко перелистну, вот наши контакты, которые я обещала вам сказать, можете их записать, пожалуйста. В частности, спрашивали про контакты наши в Казани, это inKazan, собачка-премьера.travel, есть еще почта kazan, собачка-премьера.travel, номер телефона здесь рабочий указан, мобильный я тоже вам сейчас здесь пропишу, в чате, чтобы вы могли, если что, звонить, да, мне. Если даже просто, к примеру, у вас, просто проконсультироваться, вы сами едете, да, в Казань, проконсультироваться по экскурсиям, по проживанию, по отелям, просто как-то на будущее, да, получить консультацию по отдыху в Татарстане, пожалуйста, звоните, с удовольствием проконсультируем, потому что все-таки это действительно так, что Татарстан сейчас набирает обороты, и горнолыжный курорт, да, у нас есть, который находится недалеко от Свияжска, и зимой очень многие приезжают именно на горнолыжку, конечно, не Андорра и не Альпы, да, но особенно для тех, кто начинает, очень-очень хорошая трасса. Это природный отдых, да, сейчас очень у нас был запрос по походным турам, по Казани, вот, в частности, по территории Булгарского заповедника, да, Свияжска, по соединениям с турами комбинированной с Ешкаралой, да, с Мариэлом, там, с Чубаксарами и так далее, и так далее. И сейчас у нас есть на сайте программа «Три столицы», Петербург, Москва, Казань, пожалуйста, тоже на нее можете обратить внимание. Конечно, она, ну, в принципе, она актуальна для всех, да, чаще ее запрашивают, конечно, иностранные граждане, мы тоже занимаемся приемом иностранцев, да, частенько ее запрашивают, ну, вот, как бы для наших российских туристов, которые, да, не живут в этих городах, она будет очень интересна и сможет познакомить эту программу сразу с тремя столицами нашей широкой, обширной и любимой Родины. Что хотелось бы сказать напоследок? Спасибо большое вам за внимание, спасибо, что выслушали и были на нашем вебинаре. Они вот периодически вебинары мы проводим, конечно, какие-то новинки наши анонсируем. Я желаю вам хорошего осенне-зимнего сезона, хороших туристов, чтобы у вас все получалось, все ваши какие-то задумки, интересный бизнес, рабочий, они все, конечно, исполнялись обязательно, ну, и обязательно любите свою Родину, да, любите свой город, потому что мы всегда смотрим, да, как-то за границу, но забываем о том, что есть у нас в России, что у нас тоже большие возможности, да, для путешествий, для туризма, только вот нам нужно чуть-чуть времени, чтобы это все, скажем, тогда привести в хороший вид и в хороший порядок, и я думаю, что это обязательно, обязательно у нас случится. Мы к этому идем, по крайней мере, премьера приложит абсолютно все усилия, чтобы наши гости получили качественный, хороший отдых и сервис. Всем желаю хорошего сезона, хорошего продолжения дня, если будут вопросы, пишите, звоните. Счастливо! Сау Булагас! Это на татарском. До свидания! Сау Булагас! Сау Булагас! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...